итак всем доброй ночи решила провести прямые эфиры пока мне силы не так вы все знаете что у меня появляется с силой исчезает силу вот пока мне и силы я проведу с вами прямой эфир одну секунду сейчас исправлю любовную пару хочу чтобы она была виднее вам как можно более красиво ну да ладно как получилось дорогие друзья вообще на тему духов любовников у меня был уже ролик потом как вы знаете после моих тем все выхватывают мои темы у них видать мозгов своих нету и как только я что-нибудь сниму они сразу ой оказывается можно было такое снять и что-то сказать и вот они бегут снимать такую же тему но естественно у них не получится как у меня понятное дело у них нет этих знаний и получается какая-то билиберда какая-то хрень на самом деле о духах любовниках очень мало известно и если кто-либо изучал этот вопрос очень глубинного только тот человек может вам сказать такие факты такие весомые аргументы которые действительно вас убедят в том что они существуют да и убеждать вас не надо потому что каждый человек хотя бы раз в жизни с ними сталкивался каждый из вас хотя бы раз в жизни во сне испытывал оргазм каждый из вас хотя бы раз в жизни испытывал чувств ваш близости с противоположным полом каждый из вас хотя бы раз в жизни влюблялся в который снился во сне в женщину или в мужчину у женщин это проявляется ночными оргазмами у мужчин это проявляется семей извержением и прочее прочее вот это все говорит о том что в вашей жизни хотя бы раз был дух любовник неважно даже в каком возрасте хочу вам сказать так вот для того чтобы вообще ввести темы о магии вообще говорить о духах и о демонах и прочее давайте сейчас вы не будете бегать вперед батьки и спрашиваете опасно это не опасно это дайте мне сказать и вы поймете о чем я говорю чтобы иметь представление об этих силах чтобы суметь это объяснять нужно обладать знаниями недостаточно где-то тут там что-то свистнуть и что-нибудь говорить понимаете и поскольку я увидела что опять мои темы мусолятся где-то какую-то хрень в общем сочиняют здравствуйте василия я считаю что нужно обновить эту тему и более подробно как бы именно в прямом эфире обсудить о духах любовниках я еще раз прошу вас не бегать вперед батьки и дать мне довершить эту тему и в конце вы поймете опасно это не опасно это надо это прекращать что надо с ним делать дайте мне договорить елки-палки и так инкубы и суккубы кто они такие вообще инкубы если уж перевести с латинице латинице латынь означает тот кто лежит сверху возлежавший сверху инкуб и суккубы возлежавшие снизу суккубы инкубы это демоны мужского пола суккубы демоны женского пола вообще в средние века считалось что это распутный демон который соблазняет женщин или мужчин кто они такие вообще-то это дети богини лилит это младшие дети богини лилит когда она полюбилась сатане когда она родила ему детей которые впоследствии стали демонами когда она из как бы скажем так положение демониции здравствуйте перешла в положение черной богини божества после этого у нее рождаются уже младшие дети когда она находится в качестве божества лилит про лилит я уже говорила откройте вообще ведьмина изба 2 когда у меня здесь был канал в блоке я там сняла прямой эфир а прямой эфир не загружается так на два канала поэтому там называется великие девалиции можете открыть и посмотреть матери жены демонов жены сатаны дьявола жены люцифера и прочее кстати говоря дьявол сатана и люцифер я уже говорила это черная троица называется это три разные силы дьявол больше производит такое знаете впечатление мужчины семейного такого профессора не гулявшего которым было достаточно одной жены которая родила ему сатану сатана это такой некий папик сатана подбирает и падших женщин делал демоницами собирал у себя сатана влюблялся и в простых женщин сатана влюблялся и в богинь сатана влюблялся и в земных женщин вот у него такой характер гулящего мужика но не просто гулящего ну-ка некий такой спонсор знаете ли который подбирал всех женщин и падших и таких то есть для сатаны как таковой скажем так как для сатаны как таковой до суть женщины один и тот же то есть для него нет разницы богиня это или девалица это или это падшие дама он собирает всех и дает всем определенную власть и задание он некий такой папик третий тип мужчин люцифер люцифер который ищет это что за привет вас выкинуть отсюда мадам люцифер который влюбляется в женщин самодостаточных если посмотреть любовниц и любимых женщин люцифера дорогие друзья они все божества они все богини как правило они все богини одна из них диана например от которой рождается а радия их дочь называется древняя ведьма да или одна из ведьм люцифер любит женщин тех которым он ничего не должен отдавать то есть он любит уже самодостаточных дам которые сами были послушайте секс у вас был или что у вас было давайте потом мы про ваш секс поговорим то есть тех те женские сущности сути вселенной которые не требуют ничего то есть вот три типажа мужчин которые я вам перечислила и и это не просто не с воздуха пришло это это идет от вселенной это идет от сил откройте посмотрите древо дьявола далее идем лилит одна из любимых жен сатаны та которая родила ему огромное количество детей та которая родила ему астарту называется астарт астарту иногда путают с лилит она вообще-то по легенде по древним поверьям по скажем так по рассказу до древних летописей она дочь лилит в семействе дьявола много женщин три лилит однозначно есть три носители имени лилит но это дочери и внучки про лилит упоминается в библии сказано так и создал господь женщину и мужчину и сказал им а создал господь женщину и мужчину да и сказал им там плодитесь размножайтесь и владеете землею а потом через некоторое время что мы слышим что мы читаем и сказал господь бог не гоже человеку быть одному создам к женщину и вытащил из ребра дамова то есть ребро дама и создал еву что случилось лилит куда она делась равноправная женщина куда она делась про нее сказано в книге языки там обитает ночной страх который прилетает туда на крыльях своих черных и становится над башней там сказано про лилит много где сказано про лилит но лилит исчезла что говорит тора про лилит тора про лилит говорит что она ушла что была огненная женщина теперь вспомните коран что говорит коран про джинов джинны созданы из чего из огня так вот лилит стала родоначальнице нескольких раз духов джинны которые были созданы из огня дети лилит это средние дети лилит старшие дети лилит были доброй ночи старшие дети лилит были демоны высшей категории до высшего света средние дети лилит считается по корану это джинны созданы из огня их мать была из огня лилит и младшие дети лилит инкубы и суккубы духи забирающий сексуальную энергию вызывающий похоть далее что происходит когда сатана со своей любимой лилит родили множество детей он захотел внедрить свой генофон и среди людей но как это сделать через своих детей средние века считала что ведьма она не есть ребенок своих родителей что в момент соития мужчины и женщины инкуб значит сношался с этой женщиной под видом ее мужа то есть считалось что инкуб входил в тело мужчины и имел сексуальный контакт с женщиной вследствие чего рождался ребенок необычный то есть ребенок который растет в семье но ребенок который не принадлежит этой семье а теперь скажите мне пожалуйста сколько вы видели таких детей которые не похожи на своих родителей вообще они могут быть и хорошие дети и плохие дети есть профессора которые рождают ребенка воспитывают дают ему все а этот ребенок такая тварь растет такой рецидивиста такая мразь что люди просто не могут понять ну как так может быть в этой семье но не было таких людей это были нормальные интеллигентные люди и они были их дети были что происходит с этим ребенком почему этот ребенок вообще не похож на своих родителей он абсолютно чужой бывает иногда что рождается среди алкашей пьяница абсолютно нет ненужных вот биомусор да в этой семье рождается гений рождается гениальный ребенок который не похож на своих родителей который абсолютно чист талантлив достойный люди говорят так как же так может быть таких алкашей просто ну вот как он может просто родиться такой ребенок абсолютно не похожи на своих родителей это говорит о том что этот ребенок рожденный мужчины и женщины им не принадлежит генетически может он и их ребенок генетически если проверят но его душа его сущность и все остальное это не его добрая ночь это не их ребенок это ребенок совершенно иной бывает что в семье рождается очень долгожданный ребенок все прям любят обожают этот ребенок становится просто проклятием рода просто проклятием этого рода мой господи орут наши соседи там вообще-то они нормальные люди но иногда бывает у них тоже находит на них далее бывают моменты когда например рожденный ребенок в семье губит всю семью дорогие друзья у нас там где я родилась в этом селе была такая семья точнее был такой человек не ну прям сейчас захотели они подраться господи пусть и к ней обращай внимание иди сюда надеюсь сейчас уедут звали его давид так вот он когда был ребенком мама поехала на новый год купить сладости отец куда-то поехал и они остались одни он был довольно взрослый мальчик лет десять и сестры маленькие один одна из сестер сказала мне холодно он пошел в гараж у отца был мотоцикл он оттуда перелил бензин принес значит вылил в эту печку и сжег пламя перекинулось на сестренку и она сгорела пока соседи прибежали пока начали тушить в общем ребенок не выжил когда мать приехала говорят что мать умерла не от сердечного приступа а послушайте чикатило тут ни при чем давайте не будете сейчас хрень писать уже в конце концов когда мать приехала увидела это в общем очень боялась отца очень боялась мужа муж был очень жестокий такой человек довольно говорят что муж ударил ее и она умерла некоторые говорят от страха сердце остановилось но это не факт факт в том что она тоже умерла и вот из их дома вынесли сразу два трупа похоронили отец через некоторое время женился на русской женщине которая очень добрая достойная женщина и воспитала она вот этих детей когда он вырос поехал поздравить родственников ну как же вы надоели уже реально поехал поздравить своих родственников и задержался там значит родственник приехал с вещами ребенка и сказал мол вот они забыли человек обомлел думаю ну как забыли а где они два дня их нету оказывается они уехали куда-то гулять а он подумал что с ними что-то случилось сильно мотоцикл и вот таких на нервах а может был новый год может был немножко пьяненький одним словом разбился отец и отца не стало вот всю семью этот этот мальчик извел сейчас дорогие друзья он уже взрослый человек у него в младенчестве умерла дочка маленькая очень красиво была девочка блондинка но умерла они вели не очень достойный образ жизни очень так знаете он сильно пил жена одна работала ну это не важно и вот двое взрослых сыновей друг за другом умерли буквально два года назад тоже друг за другом ушли то есть о чем я хочу сказать что ребенок рожденный в нормальной семье вырос абсолютно непохожим ни на своих родителей ни на своего деда с бабушкой ни на кого он сам по себе пришел в этот мир то есть абсолютно не похоже ни на кого в своей семье загубил просто всю семью а сейчас от него продолжение точно так такого же проклятия то есть точно такой же проклятый дом друг за другом идет вот так вот это говорит о том что иногда дети появляются хотя даже физически скажем так от своих родителей но совсем не похоже на своих родителей инкубов вообще в древние времена рисовали по-разному то есть изображали страшными лохматами кошка собака бык если вы помните значит лабиринт минеса царя минеса до минотавр где обитал считается что бык овладел его царице его женой бык овладел его женой и после чего родился минотавр который он там закрыл это чуть чудище и вот кто туда заходил он своих врагов вел туда которые погибали пример инкуба и вообще саити женщиной под видом чего-то иного описывается в греческой мифологии например зевс который был любвеобилен и он соблазнял женщин по-разному как он похитил европу он стал быком которым европа любовалась и вот он ее красавицу европу украл европа же это древняя красавица на самом деле по ее имени добрый вечер то есть честь нее названа эта часть мира европа он украл европу прикинувшись быком он значит возлежал с ледой прикинувшись большим этим лебедю потом он приходит к данаи прикинувшись кем золотым дождем то есть вот этот пример инкубства да притворства притвориться кем-либо другим чтобы воссоединиться с женщиной для чего он это делал чтобы оставить свою генетику среди людей потому что считалось что чем больше твоя генетика чем больше твоя энергия вокруг среди всех сущностей тем сильнее ты как божество теперь семья сатаны через его детей инкубов и суккубов распространяется и среди людей оно было есть и будет всегда однако инкуба и суккуба имеют различный характер точно так же как и люди ребенок может родиться сверх талантливым потому что он кто он внук сатаны сверх сильным видящим очень многое что другим не дано либо он может родиться проклятым и вот таким который изведет всю семью но в любом случае и в одном и в другом случае он очень сильно отличается от домочадцев он не такой как все физиологически может быть похож на них но не более того далее как проявляется появление инкуба во первых если женщина скажем так долгое время не не имела какие-либо в общем половые отношения я не знаю кто 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 есть для кого но я тебя выкидываю черный список если женщина не имела долго сексуальных отношений ну и мужчина в том числе пока обсудим женщин вот это ее сексуальная энергия настолько сильно распространяется вокруг нее вот эта сила манящая что она знаете сравнение может не очень хорошее ну как мясо с кровью заманивает собак да точно так же и вот сексуальная энергия женщин она заманивает к себе инкуба причем они могут прийти и к девице не обязательно чтобы это была опытная женщина это может быть и девственница и вполне они придут к ней инкуба суккубы это духи вне каких-либо традиций обычаи религии поэтому они как придут и к мусульманке так и придут и к христианке к буддистке да хоть к кому это не имеет никакого значения их заманивает сексуальная сила женщин в чем опасность от них я уверена что каждый из вас чувствовал они резко кидаются и обнимают резко я вам хочу сказать страха нет вот что интересно нету страха есть приятные ощущения есть внезапность есть очень большая большое любопытство вы чувствуете просто физическое проявление инкуба вот физическое проявление он настолько себя проявляет еще не вечер Наталья еще не вечер ты сильно не радуйся вы ощущаете просто физическую давку на тело вы чувствуете и больше всего чувствительные зоны эрогенные зоны женщины скажем так спасибо Лариса значит как это в основном происходит происходит в основном происходит следующим образом вы ощущаете очень сильно в области гениталии определенные просто физическое какое-то как вам сказать касание но это не касание рук пальцев вы чувствуете это касание оно очень сильно как бы вам сказать как будто вас за это место схватили но раз уж объясняем объясним как есть значит словно вас схватили а потом вы чувствуете дыхание прерывистое дыхание некоторые путают такую атаку с сонным параличом это разные вещи сейчас объясню некоторые путают с такую атаку с нападением домового нет дорогие друзья это совершенно разные вещи когда домовой нападает душит вы чувствуете страх у вас паралич вы не можете проснуться рот открывается звуки не вылетают вы чувствуете что вас парализовал вас держат просто резко за ноги за за руки то есть на тело навалилось что-то но вы не можете рот открывается но звуки не слышно это сонный паралич называется учеными а на самом деле это нападение нападение сущности это может быть домовой подождите со своим экстазом я сейчас про другое говорю это это говорю я сейчас про другое нападение здесь инкуба ни при чем это сонный паралич который вызывается духами духами потустороннего мира не самыми добрыми либо домовой который кидается душит иногда мертвец иногда мертвец который дома не упокоенный дома не упокоенный ходит он тоже может напасть то есть это не говорит об инкубах и суккубах инкуба и суккуба это сугубо сексуальное скажем так наслаждение тут насилия то нет насилия тут ни при чем вы согласны на это там нету насилия дорогие люди значит что я хочу вам сказать непреодолимое влечение правильно далее что происходит это нападение очень мягкое это нападение очень как вам сказать эротичные начинается у вас очень нет никакой разницы джинны здесь ни при чем джинны это отдельно инкубы это другое инкубы именно сексуальные духи понимаете меня или нет души или и прочее я вам уже сказала Господь никто не слышит меня я вам говорю когда вы боитесь когда вас душат когда на вас кидаются начинают душить давить это не инкубы инкубы и суккубы это те духи которые призывают вызывают сексуальные желания понимаете меня сексуальное влечение они могут довести женщину до оргазма женщина просыпается в приятном ощущении ей кажется что просто только что у нее был мужчина до такой степени это живое чувствуется далее забудьте сейчас про домовых заклинило вас на домовых происходит нападение по-разному может быть чаще всего если на вас нет одежды это для них призыв если на вас нет одежды это призыв сексуальной это призыв сексуальной энергии далее я уже сказала почему происходит перелистайте эфир и послушайте потом если женщина не удовлетворена если она несчастлива с мужем если она стесняется своему мужчине сказать свои сексуальные фантазии если не по теме я сейчас не 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 разговариваю тихо если она у нее есть определенные потребности потайные подсознательные инкубы просто так кому угодно не приходят с улицы понимаете инкубы приходят тогда когда когда чувствуют что вот животные всякие лезут сюда просто животные которые даже понятия не имеют кто я что я вот эти вот животные просто полезут мрази какие-то с улицы вот эти вот швали и начинает писать какую-то хрень если вы чувствуете что вы не удовлетворены и даже если вы это скрываете не говорите но в любом случае ваше подсознание просит других скажем так сексуальных утех они обязательно это слышат и понимают и они к вам придут многие женщины которые подвергались этому нападению и когда я им говорила они говорили что вы знаете нет ну вот такого нету вот чтобы я в сексуальном плане была не удовлетворена вроде у нас все хорошо я говорю послушайте меня внимательно вы пожалуйста меня не учите на самом деле потому что не приходят они к женщине у которой все нормально со своим мужем как только у вас в жизни появляется мужчина который идет вам навстречу с которым вам хорошо и с которым вы получаете полностью все что вам нужно они перестают к вам ходить но до этого времени ваша сексуальная не потраченная сексуальная энергия настолько влекущий что инкубы обязательно к вам придут потом женщины у которых умерли мужья они по ним тоскуют инкубы могут прийти приняв его облик во сне они придут или как на самом деле никакого сна здесь нет вы это чувствуете в живую вы реально чувствуете физическое просто давление я больше вам скажу что во время таких сексуальных нападений иногда женщина просыпается открывает глаза и все равно чувствует что рядом с ним кто-то лежит что этот кто-то прижимает ее к себе следующий момент я уверена что у многих женщин это было когда вы влюблялись да когда вы влюблялись дорогие друзья перед вами возникал силуэт этого человека вы просыпались ночью абсолютно одни в комнате вам казалось что он лежит рядом что вы видите его лицо это было настолько четко что вы не могли поверить своим глазам как он здесь оказался через несколько секунд он растворялся его нету но когда вы если вы влюбились и ваша любовь скажем безответная если этот человек не может дать вам то что вы хотите а ты это уже тебя не спрашивает Натали ты хочешь потратить эту энергию или нет они сами приходят они чувствуют это они тебя не будут спрашивать ну вот еще тень двинулась за моей спиной вон там ну ладно пускай да женщины в любом возрасте они могут прийти к вам и в 14 лет и в 15 лет я смеялась над понятием любовь сейчас объясню в конце опасно это или нет я смеялась над понятием любовь морковь когда влюблялись я очень смешно с этим всем к этому всему относилась скажем так до того момента пока ночью не проснулась от очень очень горячего поцелуя в губы мне было 14 лет я проснулась от того что меня поцеловали в губы проснулась естественно и никого не было рядом понятное дело я до утра сидела смотрела на луну как завороженный я не могла спать я поняла что такое любовь я после этого не смеялась над понятием любовь меня просто пронзило у меня полностью все тело почувствовало настолько сильно что это не объяснить словами это был инкуб понимаете он может прийти и в таком возрасте почему потому что в таком возрасте вы только начинаете понимать что такое любовь что такое там я не знаю свадьбы влюбленности счастье вы уже задумываетесь над этим вы хотите понравиться мальчикам вы их специально дразните чтобы они вас били а значит чтобы они были близко чтобы за волосы таскали а вы их там этим портфелю по башке понимаете это сексуальные игры двух полов и вот когда эти сексуальные игры начинают развиваться начинается очень сильные бурные вот это вот внутренние разработка всего этого понимаете естественно они чувствуют эту сексуальную энергию когда ты начинаешь созревать как женщина и они этим пользуются так что я уверена что каждый из вас хотя бы раз в жизни это чувствовал давайте вы сейчас не будете задавать вопросы особенно не по теме дальше что происходит происходит следующее к женщинам приходят инкубы переводе возлежавшие сверху к мужчинам приходят суккубы возлежавшие снизу женский пол тех же самых сексуальных демонов их иногда призывали для наведения скажем так как вам сказать страсти посылали их призывали если вам во сне приходят они это первый признак того что вы сексуально не удовлетворены что вы несчастливы и как бы вам не не хотелось вы несчастливы следующий момент если вы думаете что они выглядят как волосатые жуткие какие-то мужики или какие-то страшные какие-то животноподобные существа вы очень сильно ошибаетесь он приходит в облике очень красивого мужчины если вы его видели он очень красив если вы его видели он очень красив если вы его не видели вы ощущали бешеную сексуальную энергию такого самца в жизни вы не найдете вы никогда не найдете такого мужчину который к вам пришел в облике духа но пришел это нереально такое удовольствие ни один земной мужчина вам не даст такого нет они делают это настолько скажем так сверхъестественно что после этого ты не можешь ни с кем быть и после этого ты хочешь это испытывать еще раз и еще раз а значит ты призываешь его мысленно может ты и не говоришь иди сюда но ты начинаешь его призывать ты внутри это хочешь и он придет еще раз и он может ходить годами в древние времена если женщина долго не выходила замуж начинали ее подозревать в том что к ней ходит инкуб а некоторые более умные головы подслушивали под дверями говорили что по ночам эта женщина стонет есть такие записи в древние средневековых записях сказано и значит была отлучена там раба божия настасья и была там значит как там отдана акафиме изгнана из церкви из христианской веры потому как была обличена в связи с самим бесом каким-то сатаной то есть отслеживали до такой степени чтобы понять почему она замуж не выходит как я говорю носки не надо стирать салат не надо делать да учить не надо это не надо то не надо красота получается только секс и больше ничего хороший мужик идеальный ничего не просит не кушает ни суп ни борщ ни хрена только приходит и уходит разве это не прекрасно вот я тоже так думаю естественно что женщина которая получает сексуальное наслаждение и при этом никаких проблем не испытывает скажем так да что для вашего подсознания естественно что он очень подходящая пара понимаете мужчина праздник не то слово и не бубнит и на мозги не капает ну не скажу что на халяву взамен забирают вашу энергию этим они и питаются что я хочу вам сказать приходят они как правило к женщине которая одинока и приходят они часто если эта женщина того желает но хорошо ли если они часто приходят это дорогие друзья эротические сны это одно фантазии подсознательно это другое но если они часто будут ходить к вам вы меня не поняли энергию не ваша забирать а сексуальную энергию вашу если они часто ходят к женщине и женщина не может как бы его от себя отсечь со временем вы замечаете что вы потеряли интерес к жизни многие женщины хочу вам сказать ждут ночи они ждут не дождутся они быстрее все свои дела заканчивают на лету просто весь день проходит и они очень рано ложатся спать есть женщины у которых привычка рано спать они всех укладывают со всеми ссорятся я хочу спать оставьте меня в покое мне нужно спать и так далее хочу вам сказать что такие странности это не ну это не всегда просто желание поспать есть у некоторых женщин свой маленький секрет они хотят быстрее спать для того чтобы встретиться с с ним чтобы с ним встретиться что это означает если он зачистил к женщине это значит что он в нее влюбился я за свою жизнь пять шесть раз наверное отсекала женщину от инкуба которые елена не пишите уже глупости озабоченность тут ни при чем уже глупости не пишите я пять шесть раз отсекала женщин молодых в которых влюблялись инкубы они дают сексуальную энергию они дают мощную сексуальную энергию но при этом забирают жизненную силу это раз во вторых у вас начинается нежелание жить потому что вы чувствуете что в этом мире вы не найдете того человека который хотя бы близко напомнит вам его они начинают забирать жизненную силу если он вам один раз встретился в жизни два раза пять раз десять раз это одно пояс верности это легенда пояс верности не было никогда это глупости пояс верности не мешает инкубу проникнуть в твое тело если если он несколько раз пришел это не страшно такое может быть у всех это может быть какой-то момент когда внутри пустота когда внутри сексуальная энергия в избытке некуда девать он может прийти но если он приходит очень часто если кто-то из них зачастил значит он влюбился он влюбился он никогда не даст устроить человеку свою личную жизнь никогда многие моменты безбрачия многие моменты одиночества идут из-за инкубов и суккубов они влюбляются и не отдают своего партнера земному человеку вот приходили ко мне такие люди которые которых надо было отсечь которых надо было отсечь от них но разница большая если вы просто не замужем понимаете если вы просто не замужем это одно но если он приходит часто он забирает жизненную силу женщина с такими встречами рано стареет женщина рано стареет этот раз блин откуда эти тупорылые существа сюда являются уходят жизненной энергии это два ей не хочется находиться в обществе людей это три полностью выжимается далее уходит абсолютно жизненная сила поэтому одна встреча с ним это очень большое впечатление надолго на много лет но каждодневная встреча с инкубом или с укубом очень чреватый человек становится агрессивным он начинает ненавидеть мир людей нет таких случаев чтобы инкубы влюблялись очень мало в основном встречи иногда может быть раз в пять лет как-нибудь такое вот реально физическое воздействие человек почувствовал но когда если влюблялись это совершенно иное был человек который один раз увидел женщину и ну что за тупость ей богу лучше тогда не встречаться с ними ну что за идиотизм дебилизм в конце концов ну вот прямо сидим и мечтаем когда же мы с ними встретимся ну сколько можно ну слушайте хотя бы тему твою мать задолбали уже причем здесь хотеть или не хотеть это влияние потустороннего мира который тебя не спрашивает хочешь ты этого или нет я объясняю явление которое происходит и которое есть заколебали уже спади полезут эти тупицы тут тогда лучше не надо а я тут сижу и говорю надо или не надо на кого мне обращать внимание я сама решу дебилизм ей богу так вот если у вас такое происходит и зачастую вам это нравится в начале привыкание привыкание оно происходит сразу но если еще знаете если это длится год-два чтобы не было пошел нахер со своими шайтанами пошел вон отсюда чмо если если происходит это некоторое время и вам это нравится если вы замечаете что ваш супруг или супруга не желает с вами спать спите отдельно но при этом не нуждается в сексуальном контакте знайте что у него есть это посещение что у него это есть и если вы вот просто начнете спрашивать и узнавать вы узнаете ответ и не надо винить своего партнера в этом если у вашего партнера такой появился это значит зачем такая агрессия не твое собачье дело зачем такой такая агрессия у меня пошла вон отсюда если вы чувствуете что у человека это появилось вините себя потому что в большинстве случаев по вашей вине у мужчины или у женщины появляется сексуальный партнер потустороннего мира значит его сексуальная фантазия не находит выхода а а как только есть некий позыв они сразу же приходят они сразу же собираются они сразу же этим пользуются учтите этот момент это опасно потому что они все таки демоны есть опасность рождения ребенка который не будет похож на вас он может быть гением а может быть преступником вы не знаете какой будет человек который родится через инкуба нет человек сам не может пересечь это если он сможет только заменив одно другим одну один сексуальный контакт контакт на другое но к сожалению нет такого земного мужчины понимаете нет такого земного мужчины который заменит тебе инкуба ну нету мы все не говорим своим мужьям о том что в нашей жизни были скажем так моменты когда к нам приходила некая сила и что эта сила такое вытворялось с нами что после этого земной мужчина для нас потерял всякий вообще интерес мы этого не говорим но это было у каждой женщины и то что испытывает женщина с инкубом она никогда в жизни не найдет земным мужчиной далее если 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 он является вашей жизни один раз это не страшно если он являлся несколько раз за вашу жизнь это не страшно но если он является часто и постоянно он заберет вашу жизненную энергию в конце концов заберет вас потому что инкубы никогда не позволят мужчине или женщине да создать партнерство с другим человеком они любят их если инкуб вам к вам приходит часто это опасно потому что вы потом чувствуете себя разбитой потому что вы потом чувствуете себя усталой выпитой вам не хочется жить вы в этой жизни удовлетворение удовольствие не получаете и вам хочется уйти за ним туда потому что вы чувствуете есть некто кто-то кто вас любит одно дело когда это стражник когда это дух это сила которую вы чувствуете которая вас защищает и к вам хорошо относится другое дело сексуальный партнер ничего вы не сделаете чтобы он пришел или не пришел или ушел если они хотят они сами приходят еще раз вам повторяюсь если это было один раз два раза пять раз это не страшно но если это периодически повторяется в течение жизни я знала женщин которые пытались от этого избавиться женщин которые пытались выйти замуж которые пытались убежать от этого не получается далее как происходит как сделать чтобы они не пришли или пришли невозможно никак сделать или не сделать они сами решат есть у них желание да невероятное ощущение дрожь по всему телу как током ударил от таких поцелуев во сне они сами приходят но если вы чувствуете что он часто приходит или если вы знаете что ваш близкий подвергается таким вот атакам вам нужно что-то с этим делать нет рецепта как его отсечь или как его не пригласить или как его пригласить никакого рецепта нет здравствуй насть но если это началось один раз можно это сделать то есть имею ввиду можно перетерпеть можно не испугаться это может случиться пять раз десять раз это не страшно за всю жизнь если у вас за несколько лет один раз было такое сильное ощущение это не страшно но это может на некоторое время скажем как вам сказать занимать ваши мысли потому что такое вы больше нигде не испытаете ни с кем это может быть но это вам вас не выжимает как женщина не уничтожает ваши все желания но если это повторяется периодически это опасно это значит что он вас влюбился дорогие друзья значит вам надо с этим что-то делать вы начнете стареть у вас пропадет интерес к жизни вы начнете избегать встречи с людьми и так далее это опасно что происходит у мужчин у мужчин это ночные семи извержения и это не случайность они могут влюбиться то есть в женщину не получать ее и им покажется что этот эротический сон всего лишь продолжение их фантазии потому что каждый мужчина здоровый мужчина он хочет спать с женщиной которую любит это нормальная вещь скорее не нормально когда он не хочет этого и вот вот эти позывы любовные они привлекают ту самую демоницу она может прийти в ее обличье еще раз говорю влюбленный человек он настолько лакомый кусок он настолько Виолетта или как там тебя пока не поменяешь свой нормальный ник вот с этим вот ником сюда не тащишься раз ты такая иди к таким как ты так вот то есть энергия влюбленности она очень сильна и она может притянуть их женщина то есть извиняюсь суккуб она может прийти в обличии в обличии той женщины в которую он влюблен в обличии той женщины в которую он влюблен и получить свое одним словом опять же в чем опасность дорогие друзья опасность в том что мужчина который испытал оргазм с такой женщиной ну вот видимо она такая поэтому у нее ник такой что сказать если бы она не была такой у нее не было бы такого ника вот каждый человек в соответствии себе и пишет себе ник что я могу сказать так вот а еще лучше Виолетта тупорылая так вот вот она приходит в обличии в облике той женщины в которую он влюблен а теперь смотрите что происходит мужчина в полудреме в полусне в полуосознанном состоянии овладевает этой женщиной и эта женщина показывает такие чудеса секса что когда он действительно достигнет своей цели женится на своей любимой женщине в чем тут твоя отчина что за хрень вы несете перестаньте хватит так вот когда он действительно дойдет и действительно женится на любимой своей женщине да которую он видел в обличии каждый день она не покажет ему такие чудеса в постели понимаете и он будет разочарован он он с ней не захочет быть больше понимаете в чем опасность да она не оправдает его надежды точно так же как касаемо женщин женщина которая часто имеет сексуальный контакт с инкубом в жизни не находит и не ищет и не хочет других мужчин да я сегодня в удар ян ты же знаешь у меня так я в спячку спячку а потом когда начинается резко все да мы поняли про демона уже все поняли и так чем опасность опасность в том что во первых вы не захотите иметь никакие отношения с земными мужчинами а значит вы будете одни потому что желаний не будет потому что слишком часто повторяющиеся впечатления дорогие друзья ни один мужик не оправдает этих желаний вот мужчины после них покажутся вам бревном и вам будет неинтересно но их задача в том чтобы вас настолько растраконить да чтобы с вас забрать эту силу жизни то есть частые встречи с ним очень опасны во первых он влюбился в вас и он вас никому не отдаст во вторых он будет забирать вашу жизненную силу вы начнете стареть вы будете агрессивны со всеми подряд в третьих у вас не будет желаний жить потому что вы хотите его постоянно видеть в четвертых вы рано умрете и он вас заберет потому что он без вас не может и вы не можете вы влюбились в нечто в некое в некую субстанцию которая не существует физически но он есть и самое главное что ребенок рожденный от такого сношения а ребенок рождается правда для этого дела нужен мужик но если он даст свою семью своего ребенка вам вы не знаете какой ребенок у вас родится он может быть очень умный разумный а может быть просто убийца вы не знаете какого ребенка родите потому что часто бывают родители абсолютно простые люди ребенок гений родители очень интеллигентные хорошие люди ребенок подонок понимаете вот потому что это не их ребенок это как раз ношение того инкуба если спросить мать она обязательно вспомнит этот случай были моменты когда мужчины говорили вы знаете такое было ощущение что это не я с тобой сплю как будто через меня кто-то был бывали такие моменты когда мужчины это говорили вот ощущение как будто я у меня какое-то наваждение было я вообще не понимал что я творю что-то со мной не то было далее для мужчин для мужчин дорогие друзья если мужчина разумный мудрый он свою жену естественно не обидит и не скажет что ты по сравнению с ней бревно но если мужчина дурак если мужчина незрелый если он слишком молодой влюбившись в эту женщину представляю и вдруг получая ее вот в ее обличии суккуба чувствую эту бешеную сексуальную энергию с этой женщиной которая вроде есть вроде нет потом женившись на объект своего вожделения он не получит того что ожидал понимаете он с этой женщиной вот той бури страсти не получит естественно что она ему уже будет неинтересно он разлюбит ее очень часто бывают моменты когда мужчина с ума сходит по женщине она не допускает его к себе близко вот в этом тоже есть опасность некая хотя это правильно но есть опасность что он просто за ней бегает с ума сходит вот наконец женился и через месяца три развелись были такие случаи он ее возненавидел видеть не хочет ненавидит люто вообще противно она мне я ее не хочу знать я какой-то был околдованный нет ты не была околдована все было правильно ты действительно влюбился она действительно такая какая есть но просто вот то что ты представлял они говорят что говорят мужчины часто я тебя другой представлял я не думал что ты такая я тебе другого был мнение слышали такое часто ты для меня другой была ты была божеством я тебя другое чувствовал как же а ты вообще другой человек оказывается почему так происходит да потому что у мужчин еще сильнее сексуальной энергии они притягивают притягивают их чаще чем женщины понимаете они чаще притягивают эти силы потому что у мужчин ночные оргазмы случаются намного чаще и после этого он ходит злой как собака почему потому что он получил такое во сне что в жизни ему не дают понимаете и он разочаровывается в этой женщине и он начинает говорить я тебе по-другому думал я тебя другую представлял она говорит какую ты меня представлял что я не так сделала что я что я не то делаю тебе что ты со мной вот так обращаешься а он говорит а я тебя не так представлял он не может открыто сказать да я с тобой спал каждую ночь понимаете он же не скажет ей в лицо но он именно вот это и имеет в виду потому что для мужчины сексуальные отношения занимают чуть ли не первое место дорогие друзья для мужчины секс это на первом месте в жизни потом все остальное и дети и все остальное если ты его в сексуальном плане не устраиваешь он может даже твоего ребенка не любить которого ты родила от него и может любить ребенка другого другой женщины с которой ему хорошо в постели понимаете даже такие моменты есть далее потусторонние еще больше ходят потусторонние намного опаснее страшнее потому что земной ты женщине ты волосы выдернешь это ладно дашь ей по морде сумкой но эту ты не выловишь никак понимаешь что он делал эту не поймаешь в исламской культуре есть такой момент называется влюбленный джин или влюбленные гурья или гуль так вот если мужчина влюбился в гурью или гурья влюбилась в мужчину это очень опасно он будет одинок да 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 по морде правильно как там зинка моя говорит на моего ваньку смотрела смотрела а я на них смотрела смотрела раз посмотрела два посмотрела а потом взяла кирпич и как дала по морде да сейчас ее все называют зинка чау чау но это то можно сделать земной женщиной а вот с ней ни хрена не сделаешь вот в чем дело да так в разных религиях по-разному его изгоняют например как со мной связаться через марсиан я же говорю через марсиан со мной можно связаться через юпитер марс прием прием венера сатурн слушает а потому что я уже не знаю как еще мне сказать как со мной связаться не знаю да нормально спите вы же не думаете что мы в любом обличии им очень нужны итак как сделать так чтобы от них избавиться я боюсь что никак да первое хочу сказать если вы дорогие дамы испытали такое знайте что от земных мужчин вы это никогда не испытаете это нереально невозможно спасибо поэтому не требуйте от своего мужчины того же самого что вы испытали от инкуба он даже понятия не имеет что такое вообще можно сделать в этой жизни даже в мыслях не нет у него такого дальше второй момент если у вас неудовлетворенность в жизни и если вы чувствуете его приближение да даже если вы по своему мужу скучаете он может подойти обхватывает очень сильно и пока не дошло до определенных контактов как у инопланетян скажите уходи пожалуйста попросите они не любят когда вы приказываете он может назло приходить уйди пожалуйста вы это почувствуете вы спите как правило под утро это происходит либо ночное время что происходит вы уже ощущаете все ваше тело напрягается вы всегда чувствуете что сейчас что-то произойдет внезапно ничего не бывает в какой-то момент вы чувствуете что кто-то есть вот приближающаяся энергия она настолько плотная добрый вечер она настолько плотная что вы чувствуете просто физиологически его скажем так присутствие обхватывает резко сначала нет это невозможно контролировать вы никогда не будете контролировать духов сначала вы чувствуете дыхание у вас нет страха страха нет ну может быть у кого-то есть но основное количество 90 процентов женщин этого не боятся они не боятся этого они наоборот у них внутри просыпается некое знаете как бы сказать интерес что ли любопытство а что это такое потом вы отключайтесь вы абсолютно отключайтесь то есть вы в живую это чувствуете вы видите у вас глаза открыты вы не спите это не сон вы прекрасно все чувствуете ощущаете причем очень сильно до такой степени что весь день вы ходите удрученно у вас действительно забирают жизненную энергию выжимает очень сильно вашу жизненную энергию но это может происходить скажем несколько раз в год или раз в 3-4 года по разному понимаете это не значит что у вас каждый день должен это быть или и так далее но если хотя бы скажем так некоторое время он зачастил к вам это опасно он вас убивать не будет и душить не будет у вас будет желание встретиться с ним но скажем так со временем вы заметите что мир людей вам становится не интересен каждый каждый женщина которую хоть раз испытала присутствие такого духа она никогда это не забудет и она все время будет искать скажем так я на это действительно восторг если женщина хоть раз в жизни испытала его присутствие хотя бы раз в жизни она не зря прожила на этом свете я знаю женщину которая не хотела не хотела никак выйти замуж и вышла замуж только после того как ее посетил инкуб вот а причем знаете как он посетил ее она ходила к одной женщине которая 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 ну умела снимать а сейчас этой женщины нет она ходила к этой женщине она сказала ты когда испытаешь это ты захочешь выйти замуж нет никто не сосватал видимо просто послали один раз и после того как она это испытала она срочно вышла замуж но она сказала я поспешила я поспешила потому что мой муж все-таки не оказался таким какой ко мне пришел тогда помог где-то в каких-то отношениях это нужно хотя бы раз в жизни это не смешно это правда чтобы в женщине проснулась женская суть потому что не все женщины понимают удовольствие от скажем близости с мужчиной это реально так но когда это некто пришло она захотела замуж она почувствовала поняла что ей это нужно ну а что вы хотите в 33 года девственница значит ей нахер это не надо она бы до конца жизни так и сидела вот в общем инкуба ее пробудили так видать и твой муж тоже инкуб ты у него спроси скажи ты случайно не с тех сфер спустился ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх В женском общежитии появился домовой. Вот никто его не может поймать и увидеть, зато уже три бабы родили, понимаешь? Так что есть такие домовые. Сделали и исчезли, никто их не поймает нигде. Пол России такие домовые. Так что вот так вот. Как можно превратить в такого? Надо, чтобы его хоть раз сукку посетил. Вот тогда он поймет, что надо и что от него требуется. Смех смехом, конечно, но хочу вам сказать, дорогие друзья, что они питаются этой энергией секса. И они питаются жизненной силой. Как его вызвать? Никак не вызвать. Очень сильно захотеть и голой поспать. Он сам придет, Таня. Не переживай. Так что вот так вот. Прямо уже начали спрашивать. Аж соблазнились люди. Ничего не надо делать. Нужно иметь очень сильное сексуальное желание и спать с голышом. Если первый день не пришел, второй не пришел, третий точно придет. И потом так придет, что охренеете. Да, чаще всего они приходят, когда вы спите без одежды. Это раз. Ну, хотя и так приходят. Но в любом случае. Я уверена, что сегодня половина баб голыми пойдут спать. Ей-богу, клянусь. Я уже чувствую это. Но тут ничего веселого-то нет. Впечатление напишите потом. Вот весело. Ну, это тебе не надо, Яна. А тут народ требует. Ой, трудящиеся требуют. Ой, какой ужас. Вот вы все испоганите, испошлите. Это ужас просто. Дорогие женщины, дело в том, что особо не стремитесь к ним. Потому что после этого земные мужчины для вас абсолютно пропадают. Ну, хотя бы на долгое время они вам становятся неинтересны. Понимаете, в чем дело? Реально неинтересны становятся. Потому что, ну, потому что это очень сильное впечатление. Но давайте еще раз повторю. Инкуба и Суккуба – это дети. Демоницы, деволицы, богини Лилит. Они родились и созданы для того, чтобы продолжать. Да. Для того, чтобы продолжать. Ваш муж явно не инкуб, раз уж он храпит на весь дом. Чтобы продолжать семя дьявола среди, скажем так, земных людей. И поэтому они соблазняют женщин и мужчин для того, чтобы в итоге через них воспроизводить определенных своих детей. И это получается. Иногда они просто приходят, чтобы забрать вашу жизненную силу. Иногда они приходят, потому что влюбляются в вас. Если в вас влюбились они, в исламской традиции уже говорила, есть такой момент, влюбленный джинн или влюбленная гурья. Если такое есть, их отсекают. Потому что такие люди мало живут, дорогие друзья. Каждый день иметь отношение с духами – это не шутки. Когда у вас дома много духов, слишком много, появляется много сущностей, вы просыпаетесь уставшие. Почему я говорю, что иногда нужно чистить дом, иногда нужно очищать помещение. Я вам давала эти чистки. Почему нужно окуривать определенные травы? Потому что есть травы, например, зверобой, полынь, папоротник. Они создают некую сетку невидимую. Вот такую сетку создают в атмосфере. И эти духи, проходя, застревают в этой сетке, понимаете? Да, я про джинов целые много всего снимала. Они застревают в этой сетке, им некомфортно. Они как бы задыхаются. И когда они уходят из вашего дома, больше не возвращаются. Но, Роман, у нас женский клуб разбитых сердец. Нам можно. Между прочим, мужчинам тоже, если голышом спать, тоже много чего интересного у них будет. Вы только двери плотнее закройте, а то у вас соседка 120-килограммовая инкубиха к вам приползет ночью. Вот это будет номер. Остальное все хорошо. Так вот. Забирают они жизненную силу. И если они часто приходят, эти духи, они выпивают вашу жизненную силу настолько. Да, да, да. Как говорится, у голодной кумы одно на уме. Вот поэтому народ и зашевелился сразу. А как их можно вызвать? А что надо делать, чтобы они пришли? Пожалуйста. Ну, Ян, я не виню женщин, потому что в России, в принципе, большинство женщин и большинство одинокие, недолюбленные женщины. Женщины, которые не получают этой любви и все такое. Почему здесь популярны, да? Почему здесь популярны все эти привороты, все эти заговоры, призывы? Потому что женщины не получают абсолютно человеческую любовь, тепло. Как правило, основное количество мужчин здесь, пользователей, понимаете, женщина стала сильной. Она содержит дом, она все делает. Ей ничего не надо от мужчины, кроме уважения и любви. Там даже не в сексе дело. Просто хочется, чтобы люди, ну, чтобы человек тебя любил, понимал, чтобы был с тобой рядом. И, естественно, не все женщины умны и разумны, чтобы понимать, что призывами и приворотами любовь не создашь. Не всем же объяснишь, правда? Вот поэтому, скажем так, женщинам просто хочется уважения и любви, чтобы кто-нибудь дал силу. Говорят, если хочешь помочь сильной женщине, просто не мешай ей. Это мои слова, кстати. Тоже надо занести в протокол. Хочешь помочь сильной женщине, просто не мешай ей. Вот и все. Но основное количество мужчин, как правило, хотят сломать сильную женщину, понимаете? Сломать и испытать наслаждение, потому что они рядом с сильной женщиной себя чувствуют слабако. Они не понимают, что это хорошо, это благословение, когда рядом с тобой сильная женщина. Она может тебе быть другом, партнером во всем. Нет, они хотят ее сломать. Сломать и уничтожить и чувствовать себя хорошо, потому что рядом с ней они чувствуют себя никем. Вот в чем дело. И, естественно, недолюбленных женщин очень много. И они очень хотят этой любви любыми способами. Они и вызовы делают, и призывы. Просто глупо. Глупо – это все равно, как отмаливать, знаете, вот прям на коленях молить и просить о любви и о нежности. Я считаю, что если я должна человека, скажем так, уговаривать обращаться со мной хорошо, то нафиг он мне нужен. Если я должна ему аргументы приводить, что надо делать, чтобы я была счастлива, ничего не нужно. И вот именно поэтому многие женщины, которые сейчас услышали, они подумали, да лучше пускай такой приходит, и не будет ни унижения, ни издевательств, ничего. Ведь основное количество женщин в России, да, ну, брошенки-разведенки – это твоя мать и твои сестренки Андрей Новгородский. Понимаешь, сын шлюхи, тебя тоже родила мать, если что, женщина родила. И те, которые не уважают женщин, они недостойны вообще сами этого уважения. Козел без роги. Так вот, ну вот для вас, женщины дорогие, я хочу сказать, и мужчины в любом случае, хочу вам сказать, что это не самые безобидные духи, которые должны быть. То есть, а, это Андрюши написали, Яна, это не нам. Ты не того заблокировала, ну ладно, бывает. Это не безобидные духи, потому что любой дух, любая сила потусторонняя, скажем так, любая потусторонняя сила, она опасна. А мат, я думала, ты просто, всё, я поняла, она очень опасна. Она тянет силы. Поэтому я вам сказала, если один раз в жизни у вас это было, это не страшно. А ритуала не нужно никакого, достаточно просто сексуального неудовлетворения. Да в конце концов сказать, хочу сегодня секс и лечь спать. И будет тебе секс. Потому что кто-то тебя услышал. Ой, Господи, не могу. Ой. Как они нашего бедного джина изнасиловали, призывая страсть. Теперь вот это. Особо не увлекайтесь, потому что ещё раз вам говорю, что на Востоке за такое вообще отчитывают, водят по мечетям. Потому что, если эта сила прилипла, дорогие друзья, женщина превращается в чёрную вдову. Почему? Раньше говорили, жена сатаны, знаете, жена дьявола таких женщин. Почему так происходило? Потому что он настолько влюблялся, вот этот джин, его называют джином, но да ладно, всех потусторонних духов в исламе называют джином. Это и есть инкуба и суккуба. Если он влюбился в неё, то мужчины будут умирать, понимаете? Мужчины его рода будут умирать. Мужчины, скажем, своей маме зашлифуй, Игорь, маме своей. Я думаю, что мама твоя будет рада, потому что вырастила такого достойного сына. Вот ей шлифуй. Ну, может, заодно и сестре, чтобы не скучно было. Тварь. Знаешь, Роман, что я считаю, что мужчины, ну, так в кавычках, которые вот так вот начинают писать везде, они на самом деле в сексуальном отношении полная херня. Вот просто и по жизни, сколько я слышала от женщин, такие вот из себя, ну, просто, ну, это вообще, ну, это, это я не знаю чё. Был такой дагестанец, который там ходил и вот так вот всем говорил, да я бы тебя, я бы то, я бы это. И вот одна баба у нас была, Мария. Я когда возила театры по России, у нас была одна такая слабая напередок, Мария. И мы обедали в этом кафе постоянно. И вот эта Мария, значит, и вот там приходил один дагестанец, который постоянно говорил, «Ой, девчонки, да я бы вот это, да вот это ты» и так далее. И Мария, значит, облизнулась и сказала, я хочу с ним познакомиться. Я говорю, ты уверена, что он именно такой, как себя показывает? «Ой, я очень хочу с ним познакомиться». Это такой мужчина, я вообще кавказцев очень люблю. Я говорю, ну, вперёд из песни. Мария с ним познакомилась. Потом Мария сказала, у меня такого ужаса в жизни не бывало. «Понимаете? Кролик, одним словом». Поэтому, ну, вот те, которые «Ой, да вот я вот это всё». Самые сексуальные мужчины, это мужчины, как правило, тихие, стеснительные и так далее. Они всю свою сексуальную энергию изливают на одну же женщин. А вот такие вот, как вот этот мужик, извините меня, ну, не надо. Иди шлифуй мамашу свою, шлифовщик хренов. Тот, который умеет и знает, он не будет перед другими себя показывать. Понимаете? Ему это не надо просто. Он в себе уверен настолько, что ему это просто не надо. Заходить и такую гадость писать. И вообще говорить. Он и так знает, что он такой. Зачем ему это надо? «Ой, девки, я бы вот это, девки, то...» «Да, мотальщик чесального цеха». Итак, что мы поняли, дорогие друзья? Как любой учитель, закрепляю наши знания. И на этой весёлой ноте мы закончим с вами разговор. Мотального цеха. Что такое? А ты не слышал никогда? Я того душу мотал. Как, говорит, я твою лодку качал. Ну-ка. Давайте, товарищи. Скажите мне, пожалуйста, что вы поняли? Кто такие инкубы и суккубы? Закрепим материал. Инкубы и суккубы – это дети, это младшие дети лилит. Правильно. Которые предназначены для того, чтобы... Не совсем духи-паразиты. Духи-паразиты немножко другие. Духи-любовники. Они для того, чтобы... Чё там надо? Снимать панталоны перед сном, да? Чтобы распространить генетику сатаны в этом мире. Если они один раз приходят или несколько раз за жизнь приходят к мужчине или к женщине... Хватит со своими ритузами. Да, если они несколько раз за жизнь приходят, это не опасно. Если они будут приходить часто, это опасно. Опасно, потому что они забирают жизненную силу. Они превращают человека в одинокого. Если это мужчина, то у него будут либо умирать женщины, либо будут от него уходить, потому что он не будет получать этого. Если это женщины, они становятся просто чёрные вдовы. У них закрывается дорога к браку, и вот эта сила не даёт никак устроить свою жизнь. Бывали моменты, когда... Пришёл, наверное, встречай Васю с хлебом и солью. Если вы его, скажем так, будете поощрять, есть даже такие дебильные ритуалы его призвать. И он приходит, а там даже призывать не нужно. Он и так придёт. Если очень часто увлекаться этим, дорогие мужчины и женщины, подумайте о том, как... Да какой там 9,50 оттенков? Тут 9,5 недель начинается. Эммануэль. Хотя Эммануэль в своё время было, это нечто. Ой, Эммануэль, не могу. Сейчас Эммануэль-то фигня. Сейчас тебе подростки такой Эммануэль покажут, что ты скажешь. Что это за Эммануэль вообще-то? Как там? Говорит... Сегодня, говорит, с дедом говорили про секс. Ну и чё там? Эээ, темнота. Ну вот, так что... Так что тебе такой Эммануэль покажут. Да. Ну и хорошо, что... Ой, смоковница вообще фигня. Греческая смоковница, господи. Я, честно говоря, я вообще не поняла смысл этого фильма. Какая-то шалава со всеми ложится. В чём там смысл был, вообще не поняла. Может, смысл только в том, чтобы показать её красивую фигуру и всего-то. Вообще ни о чём какой-то фильм. Вообще ни о чём. Так. Какая-то шалашовка. То с одним, то с другим. Чё там было вообще? Про что? Я, честно говоря, и лично я не поняла смысл этого фильма. Но, может, кто понял. Кстати, вот эта актриса в фильме Эммануэль, которая снималась, да? У неё в жизни было очень много любовников, скажем. Она очень востребованный человек. Сына её воспитала сестра. Пожалуйста. И она вот стала практически инвалидом. У неё рак лёгких начался. И вот эти все любовники, которые ею пользовались тогда, никто из них ей ничем не помог. То есть я хочу сказать, что увлечение вот этим тоже, знаете, не очень-то... Ни в одном сексе только дело в этой жизни. Вот чё я хочу сказать. Не только это главное. Нужно иногда думать и о чём-то другом тоже. Итак, если вы чувствуете, что к вам часто приходит некая сущность, вам нужно принять меры. Вам нужно отсечь. Вы сами не сможете. Вам нужно обратиться к человеку, который отсечёт его. Потому что он вас просто вот в вашу жизненную энергию забирает, дорогие друзья. Вы... Первый раз это ерунда. Но когда это постоянно повторяется, вы можете стареть раньше времени. Вы просто постареете. Это дух. Каждое прикосновение с духами... Вот вы идёте на кладбище, да? Причём здесь проснуться? Вы и не спите. Вы и не спали, когда он приходит. Просыпание здесь ни при чём. Вы идёте на кладбище, вы выходите оттуда. Выжитые. Просто выжитые. Вы очень уставшие. Потому что там очень много потусторонних сил. Которые забирают вашу жизненную силу. Согласны? Так вот, то же самое приходит к вам, если он часто приходит. Он забирает вашу жизненную силу. Послушайте, вы давайте здесь не будете раздавать советы, что надо делать. Вы в этом ничего не понимаете, вы знать не знаете. Не надо раздавать советы. Они приходят не во сне. Ты не во сне, мадам. Сон? Сонный паралич, я уже объяснила. Это совершенно другое. Нападение домового – это другое. Нападение мёртвой силы – это другое. Инкубы и суккубы – совершенно другое. Заходили очень хорошо. Суккубы к тебе зайти не могут, потому что суккубы – это женщины. А женщинам ты неинтересна. Хватит. Я советы не терплю. Особенно от людей, которые понятия не имеют, о чём я говорю. Потому что мы и духи – это мы. А, ты мужик. Очень хорошо. Тогда ты не очень нормальный мужик, если у тебя на аватаре женщина стоит. Дело в том, что мы, естественно, суккуби – это женщины. Мы с духами из разных измерений. И наши энергии совершенно не совпадают. Мне ничего не будет от встречи с духами. Вам будет. Понимаете, обычным женщинам это очень, скажем так, чревато. Скажем так. Господи, ну хорошо, картина женская, ты не женщина. До свидания. Что такое, ну? Задумайтесь над тем, что я сказала. Если есть среди вас те, кто часто с ними встречается и рад этому, посмотрите на себя в зеркало и посмотрите на свои фотографии. Какие вы были до встречи с ним и какие вы сейчас. Понимаете? Иногда они приходят в облике, в обличии человека, который потом вам встретится. Очень часто бывает такое, когда в полудрёме приходят они в таком обличии, который потом вам встретится. Они знают вашу судьбу. Они знают, что этот человек вам встретится. Через некоторое время вы с ним встречаетесь, с этим человеком. Вы говорите, я тебя видела. Или во сне видела, или в полудрёме видела. Понимаете? Не существует глупости, не пишите. По тустороннему мире всё как положено, не как у людей. Ненормальных явлений нет. И если у вас бывают моменты, что вы увидели своего сексуального партнёра намного раньше, до того, как встретили, то это означает, что они просто предвидели вашу судьбу. Следующий момент. Инкубы и суккубы могут проявиться и в виде животных. Вы можете просто видеть кота, собаку. Случайно раз, и дома кот, собака. Потом исчезла. Ты думаешь, что-то мне тут... Что-то мне тут... Скажем так... Привиделось, что ли? Что это вообще было? И оно сразу исчезает. А потом, через несколько дней, или ту же ночь, вы подвергаетесь вот этому нападению. Понимаете? Если вы резко стали противны своему мужчине, а у него нет любовницы, вы сто процентов это знаете, но он вами не интересуется, и такое может быть. И такое может быть, что он вами не интересуется, но у него и нет никого. Ночной паралич, я сказала, к инкубам и суккубам никакого отношения не имеет. Бывает запах парфюма мужчины. Есть такое. Когда вы заходите домой, и пахнет парфюмом мужчины, а мужчин у вас нету. Заходите в ванну, и ощущение, что только что кто-то там мылся. Купался. Потому что пахнет свежими цветами, шампунем, чем-то еще. Далее. Бывают моменты, когда ощущение, что ты чувствуешь в своей постели вот чью-то энергию. Я сейчас не требую с вас, чтобы вы... Может такое быть. Это тоже инкуб, который приходит в обличье мужа. Я об этом уже сказала. Господи, что это за Иван тут, школьник какой-то, балуется. Когда я провожу прямые эфиры, у меня нету цели, чтобы выявить с вас вот все, что вы знаете, чувствуете, все, что вы прошли, все, что вы... И так далее. У меня нет такой цели. Каждый для себя понял то, что я хотела донести. Даже если вы не написали или не сказали, вы послушали это, и вы поняли. Или с вами это было, или было с близкими людьми, или еще с кем-либо. Но 80% людей это проходили. И страха нет. Если бы у вас был страх, вы бы боялись, вы бы морально внутри отталкивали его. Наоборот, страха нет абсолютно. И не всегда это сон. Чаще всего открытые глаза. Вы это чувствуете наяву, вы это понимаете. Вы понимаете, что это какой-то полудрем, вы этому поддаетесь. И страха нету никакого. Есть очень сильное удовольствие, очень сильное наслаждение. Если это было один раз, это не страшно. Но если это очень часто повторяется, то вы начнете стареть, вашу энергию начнут забирать. Мужчины, которые вами заинтересуются, начнут умирать, и вы рано уйдете. Вот в чём опасность. Опасность не в том, что он один-два раза пришёл. Если приходит суккуб, если он приходит в виде женщины, которую он любит, он не может как бы с ней быть, и вот она приходит в её облике, в конце концов, он так влюбится в этот облик, она будет так удовлетворять его, она покажет такое, что земная женщина не способна показывать. Понимаете? И в итоге, когда он женится на ней, он очень быстро разочаруется, он возненавидит её. И он будет говорить всё время, я тебе не такой представлял. А у мужчин фантазия ещё более бурная, и у мужчин ещё сильнее сексуальная энергия. Поэтому к мужчинам они приходят намного чаще, чем к женщинам. И отсюда и ночные вот эти вот, скажем так, моменты. И через некоторое время он абсолютно начнёт разочаровываться. Он скажет, я... Спасибо, вечно не надо, Сабина, не надо, не проклинайте меня вечной жизнью. Вечная жизнь – это ужас. И в конце концов, они разойдутся. Потому что он почувствовал нечто другое, что земная женщина не способна ему дать. До неё и... Она и даже не сообразит, что это реально. Здравствуйте. Что это можно. Понимаете, в чём дело? Так что я хочу вам сказать, что вы сделаете выводы. Было это, будет это, с кем-то из ваших друзей, близких. Это несколько раз в жизни это не страшно. Но больше это очень опасно. Имейте это в виду. Если это появляется, вы не можете его ни призвать, ни выгнать. Вы ничего не сможете. Понимаете? Ничего. Но если вы это чувствуете, что это началось, что это очень часто повторяется, выжимает вас, не поддавайтесь этому наслаждению. Это как наркотик. Вам нравится этот момент? Это как наркотик. Вы к этому привыкнете настолько сильно, что потом не заметите, как вы свою молодость и жизненную силу отдаёте этой силе потусторонней. У него нет цели вас любить. У него цель забрать вашу жизненную энергию, силу. Постоянно. Единственный момент может вам помочь профессиональный человек отсечь и убрать его. Иначе у вас ни семьи не получится, ничего, дорогие друзья. И момент самый такой, самый опасный момент, это зачатие ребёнка, которое непонятно, каким вырастет. Понимаете? Всё. Ну, здесь нет и ни весёлого, и ни трагедии. Просто это явление. Это явление вселенское. Это происходит, это происходило, это может быть с каждым человеком. Хотя бы раз в жизни они идут на сексуальный позыв. Понимаете? Но желательно, чтобы вы это не поошряли потом. Потому что это очень плохо для вас закончится. Один раз встреча с ним, уже весь день женщина ходит никакая и запоминает надолго. Всё, дорогие друзья. Удачи вам. Да, напоследок, когда мне говорят освещайте эту тему, ту тему. Послушайте, идиот вонючий. Не знаю, кто ты там. Здесь никто не говорит, чтобы их находили или с ними партнёрствовали. Если у тебя мозгов не хватит, чтобы понять, о чём эта тема, не лезь сюда и не тявкай. Козёл ухатый. Итак, когда вы мне говорите о том, чтобы я там рассказала об этой теме, о той теме и прочее, я всегда говорю, тема, которую вы можете прочитать везде, не стоит того, чтобы я тратила на это своё время. Понимаете? Я должна освещать те темы, которые мало освещаются и о которых вы больше нигде не узнаете. Иначе смысл сидеть вам рассказывать о том, что везде можно найти. Понимаете? Набрать и найти. Что значит с живым человеком? Это и есть живые человеки. С живыми человеками это и происходит. Не с мертвецами же. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok